я хотел порассуждать о том чтобы мы узнали а кто мы написано исследуйте самих себя верили вы самого себя и кого-то исследовать это не просто психологический анализ а вообще по заповедям божий вот десятисловия мы считаем да не будет у тебя иного бога все понятно бог яхве яхве иегова по-разному произносится как феофан затворник говорит вот приходят люди к нам сюда в этот храм приезжает издалека бывает не православный но православие уже прям прилепились рядом но их так научили не дело никакого изображения того что на небе вверху что на земле внизу что в воде ниже земли а у вас видите вот столько икон и люди когда переходят из православия куда-то их там мусульмане они никаких изображений принимают у них это нет строго они нас за это укоряют вас сколько богов мы говорим бог едино бог святой троицы бог отец бог сын бог дух святой сиит и суть едино они этого не понимают называются товарищи у бога сотоварищей нету дальше начинаешь осуждать вот приходят и нынче зимой приезжала к нам одна хорошая женщина она из казахов из казахстана приняла крещение приняла православие все как и есть была райхан стала рахиль именно то похожие здесь дочь то руль вот она еще не не так чтобы на каждом шагу владимир да александр да игорь называют а спрашивает батюшку как он говорит вот это мало крестится но ты можешь взять и два внука крестились вот одного прямо назвала назвали архангельский минимум рафаил марк сейчас она просит сюда молиться как что бывает а была не просто другой нации она была из свидетелей и бога как правильно за свидетели сторожевой башни которые от роясти ничего не признают но господь его так расположил что она все приняла и она как тебя боялась что мы не встретимся я запрещаю приезжать это я приеду повидаться а то что-то случится я с вами не встречусь мы пошли к митрополиту к нашему сергию побыли благословились по всем храмам проехали везде поклонились очень расположенный человек ну а другой приходит все принимают иконы не как написано не сделала изображение и когда люди из православных уходят куда-то и в первую очередь там заставляет уничтожить иконы вот тогда она это не было нарисовали на досках она себя порубила печку бросила если это бог он за себя заступится он сгорел говорит ничего и нету вот как им объяснить вот можно один из вариантов которые мне видятся пускай там год-два человек будет чтобы он не воевал против икон я ему докажу в течение одного часа что иконы установлены восстановление божие описание они не верят в это когда начинаешь говорить если человек не упрямый он сразу это принимает не дело никакого слова никакого давайте крупно напишем никакого но если человек имеет страх божий хочет получить спасение попасть в рай по простому сказать он же не пойдет поперек не делал я буду делать это ты враг божий но мы должны знать где это написано исход 20 глава но в 25 главе этой же книги написано сделай изображение не сделай сделай но это два разных слова взаимой взаимно исключающие сделай что херувимов херувимов у них головы глаза нос рот лица написано лица лицами друг другу крылья смыкаются сверху над ковчегом божьим а там бог открывался но бог заранее разграничил уже мы считаем улевит 10 глава 10 стих отличайте священное от несвященного чистое от нечистого отличайте не просто нельзя да и все ну нельзя я говорю обнесите почему задумайся ну это было ветхом завете но до хора с ветхом завете не делали изображение тогда не произноси тогда вообще мы ничего не знаем об этом дальше мы считаем третья книга царс бог не отверг строительство храма но только сказал давиду ты не построишь потому что много крови пролил сыпы построит сооружение было величественное со всего мира приезжали люди посмотреть это было чудо насколько достоверно вот у нас зуб ставят золотой так дорого обойдется жевать а это ушло около двух тысяч тонн золота трудно поверить но это национальный запас сегодняшнего государства россии а почему отовсюду несли все и когда уходили из египта господь сказал выпросить у них все золотые изделия это объяснение на это есть и этот храм когда мы стал строить соломон он сделал так как было скини и добавил не делай ничего господь повелел что на земле что на земле ну давайте мы просто рассчитаем что на земле люди скотина звери дикие скотина это домашние звери на земле что еще есть деревья кусты плодородная неплодородная вот все вот что еще нет не делай того что на небе вверху а что на небе вверху облака солнце звезды луна ангел архангел и небесная сила но бог повелевает сделать то что на небе но людей то там не было икон не было потому что рай был закрыт а он сделал по образу небесного сделай что тебе на горе было показано и он людей там не видел почему рай был закрыт еще не было принесена голгофская жертва иисуса христа первые в рай войдет не простой человек а отброс общества разбойник ян затауст говорит когда другие попали туда уже вошли в рай но на такой как бы видит картину и они видят там разбойник в рай уходит осматривает а ты что здесь делаешь ты вороват пришел сюда они как бы переносят отношения земные туда но это ян затауст так говорит и вот на небе теперь мы знаем святые господь сказал ныне будешь со мной в рай истектанты не верят ныне будешь со мной в раю они сделали так что запятую перенесли истинно говорю тебе ныне ныне говорю будешь со мной в раю а господь Говорит, если наговорю тебе, двоеточие, ныне, сегодня будешь со мной в рай, сегодня, они никак не могут соединить это, но мы должны это принять, но раз он на небе, у него образ есть, теперь церковь, и приняла образ его теперь церкви, херувимы там были, херувимы здесь, теперь там изображения появляются, у человека немножко начинает просветление, но не сразу принимает. Мое мнение такое, что на первых порах не надо давить, а сказать, давай так, допустим, тебе в месяц нужно даже размышление, ты иконы не принимай, но и не хули, не говори против ничего, церковь приняла, седьмой вселенский собор, я просто так, когда работаю с сектантами, с мусульманами, я говорю, оставь на месяц, и ты присмотришься, почитаешь жития святых, увидишь, ну один Бог-то, а вы спаси, спаси, все боги в Боге у вас, и нет, не пойдет. Мы говорим, моли Бога о нас, святой апостол Павел, моли Бога о нас, еще в Ветхом Завете было показано, что души там живые, как Самуил явился, когда Саул вызывал через Альдорскую волшебницу, книги, считай, Маковейская, не канонические книги, да, но он видел молитвенников, которые там на небе молились об израильском народе. Ну а вот что, доказывать очень легко, допустим, мы говорим, молись о нас, а человек поехал в другое государство, во Францию или там в Германию, что, оттуда молитву разве Бог не услышит? Ну а если человек в самолете летит, ну там на 10 километров выше земли, а если он на Луне, то что, молитва не дойдет? Э, не так. Молитва доходит отовсюду. И поэтому мы обращаемся к ним, Павел говорит, молитесь обо мне, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Из тюрьмы пишет, молитесь обо мне, да ходатай один. Один, а Павел говорит, по ходатайству многих. Тут надо на каждое слово дать толкование. Ну а как вы молитесь Божьей Матери при сновидении Марии, говорите, спаси нас, толкование дается, спаси нас молитвами своими. И она сама спасается кровью Иисуса Христа, его жертвой. Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишили славу Божией. Это определенно, четко апостол Павел показывает. Об этом говорится в Священном Писании. И она спасалась, веруя во Иисуса Христа. Пока мне в руки не попала Евангелие, я ходил в храм, уже свечки ставил, но Божью Матерь считал выше Христа. Она мать. Простое рассуждение по земному-то, по небесному не так. Она преблагословенная, она пресна Дева Мария. Но она спасалась верою Сына Своего. И она говорит, сделайте, как Он скажет вам. Она тоже была не лишена человеческой немощи. Одно время посчитала, что Он вышел из ума. Пришли взять Его. Это толкование на Златоуста, Блаженного Фефилакта. Делает совершенно не так, вопреки всех людей. Не угождают ни римлянам, ни парисеям. В храме опрокидывают там. Все время торговали. Почему вдруг нельзя? Христос к нам-то пришел бы. Нет претензий. Мы Его не торгуем. А в любом-то храме-то торговые точки доходят еще к блюдам. Да не один раз, а друг за другом человека три. Нам Господь помог это рассмотреть. У нас никогда этого не было. И теперь, когда Соломон строит храм, он там море делает, медное, в котором священники будут дымать руки. Море. И оно, это море, стоит на двенадцати быках, валах. И написано, задом все они вместе, а наружу рога. Ну, какие они есть, быки. Так не делай изображение. Подожди. Он не только это, это чистое животное. Он львов делает, а львы это звери, нечистые. Ну, так это Соломон, он совратился. Э, нет, опять скажем, подожди. Дело в том, что когда Соломон закончил храм делать, тогда началось освящение. Ну, по-человечески, Богу там что делать? А когда звери какие-то, ну, вопреки явного повеления Божьего, не делай того, что на земле. А на земле звери, скотина. А он все это сделал, виноградные кисти отбивают столбы. Ну, все нарушил. Но далее случается тое, что уже доказывать не надо. Вдруг облако наполнило храм. Слава Всевышнего сошла в храм и осветила его. Священники, люди отлично не смогли стоять, они вышли наружу. Почему? Храм Божий. Бог наполнил, принял. Уже доказал. Зачем бы Бог? Капище Бог не приходит, не освящает. Он рубит там, где капище. Когда попал в ковщак, и там догон был у них Бог. И он повалил этого Бог. И руки, ноги ему отрубил, и голову отрубил. Статуи их. Вот как. Поэтому, рассуждая с человеком, мы должны ему указать, что храм, храм первый, был Соломонов. Я говорю, а в какой храм приходил Христос и сказал, дом мой? Мой дом мой. А если там изображение, что не позволено Богом, это капище. Господь говорит, мой дом, он не стал выкидывать изображение. Они там были, они не знают людей. Я говорю, храм Соломонов разрушен. Вторая книга, Параллипоменон, 25 глава. Новохотоносор разорил храм. Но вот проходит еще почти полтысячи лет, и Господь из плена выводит свой народ. И они начинают строить. Кто? Зарававель, сын Яседеков и Иисус. По повелению Божию снова что видят на небе. И снова изображение. Ну а где это написано? Из Икииля, 41 глава, 17 стих. Сделай изображение. Ну ты определенное, прочитай. Повторяй, из Икииля, 41 глава, 17 стих. Определенно, сделай. И написано иконы. У нас слово иконы, это греческое слово. Экон. Изображение. Другого толкования нет. Сделай изображение. Изображения были снутри храма и снаружи. От пола и до потолка. Так что нам еще далеко до этого. Так написано. А люди, которые приходят оттуда, ну откуда-то, православие. Они у меня дома бывают. Для них это откровение. Так выходит, тогда мы не правы были. Я ты сам решай. Я не буду говорить. Да что тогда, баптисты не спасутся? Я ничего не сказал. Спасает Бог. Но я знаю, что им нет церкви, нет спасения. 2.47. Деяние апостолов. Написано. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А что их прилагать, если они спасенные были? Прилагал. Он уже уверовал, теперь приложить надо. И 2.38 Деяния апостолов спросили, что вам делать, мужи и братья? Вот первое, говорит, покайтесь. Покайтесь в этом изображении. Это понимание, что на иконы говорили, на Божью Матерь что-то говорили. Во всем покайтесь. И после этого и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов. Не для обещания Богу только доброй совести. Для прощения. Вот сектанты, баптисты, они никак не могут поддерживать. Написано, для прощения нет. Прощение в покаянии. Они так понимают. Пришел человек, кто хочет покаяться у них в собрании? Ну человек, я хочу, признал грешникам, прости меня, Господи, плачет. Он по-настоящему верен. Не как у православных, там большая часть людей, которые ничего не знают. Пришел, свечку поставил и ушел. Я говорю, в крещение, вот к нам приезжали, баптисты здесь были, не в крещении. Я говорю, скажите, Павел когда шел, сам бывший еще, и его встретил Господь. Он пал на землю, ослеп, три дня слепой был. Он прощенный был или нет? Ну да. Значит, грехов на нем не было? Конечно, Бог простил его. Я говорю, а теперь к нему заходит Анания, епископ города Дамаска, и говорит, его братом называют. Брат сказал, ну что ты медлишь? Три дня медлишь. Встань, крестись, а во и грехи твои. 22-16 дяди апостолов. Все, Анания не открыта была, она открыта через 2000 лет. Он уже братом его назвал. Но ты ищешь о грехах. Крещение должно быть полное погружение, троекратное, 50-е апостольское правило. Вот мы должны узнать, мы православные, знаем ли свою веру? Кто мы такие? У нас много богов, говорят, нет, Бог один. А это, это святые. Ну а вы как, признаете канонизацию? Меня лично спрашивают. Я признаю, как церковь признала, но добавляю. Первое, Коринфянам 4-5. Написано, не судите никак прежде времени. Прежде времени, доколе не придет Господь. И не осветит сокрытые во мраке. И тогда будет похвала каждому. Тогда, не раньше. Ни анапими, ни канонизация. А это суждение, это прямо. Вот Матрону, когда канонизировали московскую, ну и список, люди работают. А кто-то говорит, так это не полный образ. И она сильно обречалась священникам. Священники-то губители. Они Бога не знают. Посмотри, на каких машинах едут. Что они делают? Это не пойдет. Там комиссия выщеркнула это. Тогда это не ее биография. Это выдуманная Матрона. Истинная Матрона обречала священников. Значит, я это давно была, она видела. А вы ее признаете? Церковь признала, я признаю. Но для себя я знаю. Этого делать не надо. Итак, кто мы? Мы православные. Но в этом православии мы должны увидеть самое ценное. Этот вопрос я задавал за столом, у батюшки сидели. Скажите, в православии самое ценное, вот беседами с секранами, что? Причастие. Причастие, да. Ну а причастие-то откуда? Как? Почему дальше не рассуждают, не знаю. Я говорю, самое ценное, это вы. Без священства нет литургии, нет причастия. Нету епископата. Это обезглавленная церковь. Их называли безголовые. Такие были в первые века, которые епископата отрицали. Итак, значит, наша забота о том, чтобы дневные ночи молиться об епископате, о патриархе, чтобы Господь всем подал истинное разумение. Потому что вы свет миру. И когда человек стоит на земле, кто меня видит, как я обутый, как одетый? А когда на постамент вышли всех поставок, меня видно, да подошел где-то. А эти люди на высоте. Они нуждаются в помощи. Да кого он на вас говорит? А это он говорит, ответит за это. Это не я говорю. А о нем я могу молиться. Я в прошлый раз вам говорил на занятиях. Очень сильное нападение на отца Владимира Головина. Батюшка очень популярный. К нему со всего мира буквально ехали. Сейчас на три месяца запретили ему служение. Какие-то там у него ошибки нашли. Не мне судить. Я только молюсь. Еще прошу усилить молитву. Потому что этим делом занимается Синод уже. А дальше патриарх. Чтобы они не ошиблись. Три месяца он не имеет права надевать одежду, никого благословлять, ни службу вести, ничего. Просто берегином стоять. И дальше, как обычно, они три месяца. Но если он сейчас не послушается, с него сам снимут. Я уже пишу и крещу им. Только чтобы нигде против не говорили. То, что их митрополит сказал, его епархии, это соблюдите это три месяца. Иначе с тобой разговаривать не будут. Как с Диамидом. Сейчас они тебе почистят место. Не вытерпи. Перенеси. А люди будут приходить просить искушения. Его переведут в другое место. Ничего в другом месте. Будешь от чего-то воздерживаться. Что-то не так. Все мы перед Богом ходим. И так наша вера православная требует и послушания. Но не заваливать за эту грань. Сектанты все спасены. Все. А ты спасен, у них главные короны. Да как Бог даст? Эх, написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. То есть потенциально он может спастись. Апостол Павел говорит, мы спасены в надежде. То есть я надеюсь на милость Божия, на молитвы друзей, близких. На исповедь, на причастие. То есть православным ограждением поставлено, чтобы нас не заносило далеко. Я спасенный. Все. Спасенный, когда ты из бод крещения выходил. Это даже небольшое предупреждение и просьбу за отца Владимира молиться. Батюшка хороший. Хороший просто. Богу нашему слава. Да сохранит нас Господь от всяких заблуждений в святой православной вере. Аминь.